Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Азда ТВ на русском. Елена Мищенко в студии. В 2023 году свыше 173 тысяч уроженцев Таджикистана получили российское гражданство. Для такой маленькой республики это просто огромное количество людей, и сопоставимо оно с населением второго по величине таджикского города – Худжанд. Почему жители Таджикистана массово получают российское гражданство? И чем это может грозить для их республики? Об этом мы будем рассуждать в сегодняшнем выпуске. Итак, в прошлом году российское гражданство получили более 690 тысяч иностранцев. Первую тройку стран, жители которых получили российские паспорта, открывает Украина – почти 297 тысяч человек. Следом идет Таджикистан – 173 тысячи, а на третьем месте почти четырехкратным отставанием идет Армения – 45 тысяч. В этом рейтинге, вернее антирейтинге, мотивацию украинцев и армян хоть как-то можно понять. Подавляющее большинство украинцев не по своей воле стали россиянами, а армяне бегут от войны. При этом не совсем понятна мотивация таджикистанцев. Вроде в республике спокойно, да и президент Имамали Рахмон везде кричит, что его страна не нищая. Так в чем же причина массового побега таджикистанцев со своей родины? А ответ оказался на поверхности – от нищеты. Смотрите на эти цифры. Это среднемесячная заработная плата в России и Таджикистане. Это не просто цифры, нет, это фактический уровень жизни жителей двух стран. И он в пять раз отличается друг от друга. То есть в прошлом году 173 тысячи жителей Таджикистана, несмотря на высокопарные слова и патриотические призывы Имамали Рахмона, сделали свой прагматичный выбор в пользу лучшей жизни. Массовому переселению таджикистанцев в Россию, как говорят эксперты, способствует текущей демографической положении России. За последние шесть лет население России сокращается ежегодно на полмиллиона человек. И вот чтобы восполнить человеческие ресурсы, Москва активно принимает граждан по советских республикам. Отток людей, как оказалось, негативно сказывается на так называемых странах-донорах, в первую очередь в виде оттока мозгов. Например, в Таджикистане, Узбекистане и Кыргызстане наблюдается массовое увольнение сотрудников сферы медицины. Россия при приеме в гражданство отдает предпочтение данной категории людей. Из-за этого власти Узбекистана были вынуждены поднять зарплаты врачей до российского уровня. Но в Таджикистане, как мы все понимаем, до этого не только не додумались, там просто не признают это в качестве проблемы. В результате сейчас в стране образовался дефицит врачей. В медучреждениях не хватает свыше двух тысяч высококвалифицированных специалистов. Впрочем, от массового оттока таджикистанцев в Россию, тем более наиболее умной его части, судя по всему, в правительстве Таджикистана очень довольны. Сейчас объясню почему. Дело в том, что в любом обществе наиболее активная его часть составляют образованные люди. Они задают властям неудобные вопросы, они в первую очередь выражают недовольство существующим положением дел, и именно они, в конце концов, становятся сторонниками оппозиционных партий и движений. У правительства Мамали Рахмона же очень простая логика. Чем меньше умных будет в Таджикистане, тем меньше будут недовольствия. Однако массовый переход таджикистанцев под российское гражданство несет в себе еще и определенную угрозу государственности Таджикистана. Как показывает история, за раздачей российских паспортов следуют призывы защиты российских граждан. Далее звучат ультиматумы из Кремля, которые в конце концов заканчиваются оккупацией. 11 лет назад Россия уже подавала сигналы относительно необходимости защиты российских граждан на востоке Таджикистана. Во время силовой операции правительства Мамали Рахмона против неформальных лидеров Горно-Бадахшанской автономной области. Тогда за призывом главы российского МИДа ничего не последовало. Но как может Кремль отыграть свою карту на этот раз, пока приходится только догадываться.